В каждом городе, в каждом поселке Ленинградской области идет реконструкция воинских вратских захоронений. Мне очень приятно, что и Кингисепт канун 9 мая делает очень много для того, чтобы сохранить память о той страшной войне. Это не только ремонт вратских захоронений, памятников, это и поддержка ветеранов, ветеранского движения. Их осталось не так много, ветеранов живых, свидетелей-участников войны. Достаточно сказать, что участников войны, инвалидов войны в Ленинградской области осталось всего лишь 3300 человек. Еще 5 лет назад их было в 10 раз больше, более 30 тысяч. Мы сегодня поддерживаем и тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских лагерей. И губернатор выполнил свое обещание, которое давал год назад. Мы приняли, и он будет действовать с 1 мая в закон о детях войны. Дети войны получат и выплаты к 9 мая, и будут получать ежемесячно социальную поддержку и социальные выплаты. Я очень благодарен властям Кингисепского района, общественности, за то, что сохраняется преемственность в проведении массовых мероприятий в канун празднования 9 мая, что на деле заботятся о ветеранах, а самое главное, что сохранялась и сохраняется преемственность поколений. Всех кингисепсов с наступающим праздником Великой Победы и огромное вам спасибо от правительства Ленинградской области за ту подготовку праздника, который вы делаете. Благоуважаемые дорогие ветераны, граждане города Кингисеппа и Кингисепского района, Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что самое главное, достоинство России заключается в том, что она сохраняла и будет сохранять цивилизационный наш код, код восточноевропейской цивилизации. И сегодня это ярчайший пример того, что наша восточноевропейская культура доказала свою жизненность и состоятельность. Я выражаю высокую благодарность нашему губернатору Ленинградской области, правительству Ленинградской области, администрации Кингисепского района, которая делает все для того, чтобы этот цивилизационный код и эта память сохранялась в наших сердцах. Сегодня мы открываем после реставрации памятник нашим советским воинам, советскому солдату, который в 41-м принял самый жесткий удар на рубежах своей родины. Совершенно осталось часы и минуты и дни, которые разделяют нас от Великой Победы, 70-летий. Еще вот в этот период, в 45-м, умирали наши русские парни, чтобы состоялась эта победа. Мира, добра и глополучия. И сегодня мне самое главное в этот день хочется выразить огромную благодарность всем предприятиям, которые поддержали не только приобретение и реставрацию этого монумента, но и многие-многие дела, которые сегодня делаются в Кингисепском районе и в городе Кингисеппе. И сегодня я не постесняюсь сказать, что собрано уже более 10 миллионов рублей пожертвований наших организаций, лидирующих в экономике Кингисеппского района. В первую очередь это фосфорид. В первую очередь это те строительные компании, которые работают на территории нашего города и района. Я их отмечу обязательно. Это компания РАНД, это компания Ростро Велакс, это компания ЭТС, которая строит гражданское строительство, муниципальные учреждения. И много-много для того, чтобы мы имели все, что мы сегодня имеем, чтобы Кингисеппский район и город Кингисепп развивались. Наше прошлое поколение. Чтим павших, чтим наших стариков, ветеранов. И, конечно, самое главное, заботимся об этих детях, которые сегодня здесь. Надеюсь, мы его достойно проведем. Христос воскресе измертвым, смерть и смерть поправ, Весущим о грабе живот даровал. Садуги праведных, скончавшихся, Душу раб твоих, спаси, упокой. Сохраняй в блаженной жизни, ажи у тебе, человеколюбче. Покойщим твоим, Господи, Держи счастье, святые твои упокоиваются. Упокой, Господи, душу, усовших раб твоих, Як единственный человеколюбец. Молим тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вечную память. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok